Всем приветик! Я сегодня моталась весь, ну полдня моталась по магазинам и заезжала еще в Победу и Светофор. Вот, в Светофоре я все-таки хотела купить этот микрофон, он мне очень понравился. К тому же за такую цену, это просто сказка, я считаю. 360 рублей стоит. Это в подарок. Мы пойдем, когда на детский день рождения, подарим такой микрофон. Там еще гарантия на него 2 недели, поэтому сейчас нужно будет проверить. Но вообще я включала, уже он работает. Вот, тут и караоке получается, и колонка. Микрофон караоке беспроводной. Делаю я вот такой яркий цвет. Ну, ребенку подарить как раз девочке, мне кажется, такой супер подарок. У нас золотой есть. У нас есть вот такой золотой микрофон, я его покупала год назад примерно за 2000 рублей, но он очень классный. И колонка здесь просто супер громкая, четкая, качество звука очень хорошее. И прям вообще классный микрофон тоже, я ему очень довольна. Вот, потом я очень хотела вот такой сыр купить. Я буду, возможно, делать чизкейк. Я его уже открыла, попробовала. И он оказался очень вкусный. Это прям вот как я люблю. Вот, такой, значит, сыр. Ну, вообще супер. Выглядит как будто бы мороженое. Короче, обалденный сыр. И я сделаю чизкейк, возможно, да. Буду готовить вкусняшки разные. Потом сделаю салатик. Еще мимозу с Айру такую купила. Тут конфетки, коровка. Бумажные полотенца, русская картошка, губки. Такая, типа, устрица. Вот таких там чупа-чупсов полно по 3 рубля было. Ну, там, вот это все для детей. Всякие штучки. Зубочистки, шоколадки всякие. Вот. Потом чак-чак я еще взяла. Вот. Ну, в основном, да, что я покупала в светофоре, я заехала специально за этим микрофоном, собственно, да. И что я еще там купила в светофоре? А, и в светофоре я купила вот этот сыр. Остальное все из Победы. Вот. Чак-чак медовый. Мы такой с Алисей любим. Колбаска. Я буду слойки, возможно, делать. Тоже там сосиски, колбаски и сырок. Кто-то еще. Я же хотела масло купить и забыла совершенно. Ё-моё, сливочное масло у меня давно закончилось. Ё-моё. Сейчас только вспомнила. Потом вот такие вот взяла. Сосиски те самые с молоком. Я их покупаю, ну, частенько. А там они стоили 90 рублей. Фамильные колбасы. Потом дрожжи я взяла. Тут рис. Вот такой наборчик. Петушки. Вкус детства. Золотой петушок, карамель, леденцовая на палочке. А, получается, они все... А, нет, не все. Все тут, вот смотрите, есть даже... Ну, короче, это все для детей. Вот всякая такая мелочевка. Тут какой-то есть даже бычок. А сейчас буду проверять микрофон. Самое главное, чтобы он хорошо звучал. Качество звука проверить. Мне кажется, отличный подарок, девочки. Да даже я в детстве, если бы мне такое подарили, была бы безумно счастлива. Так, все, разбираю. Первый раз будем сегодня делать пельмени в пельменнице. Посмотрим, что выйдет. Мне кажется, будет тесто толстоватое, нет? Да какое же толстоватое. Посмотрим, что выйдет из этого. Угу, закрыли. И теперь вот так. У меня есть деревянная еще скалка. Не надо. Ох ты, е-мое! Как в ресторане сейчас. А, в ресторане. Слушай, как быстро-то. Ага, а мы садим у... А вы лепите их. А мы лепим. Сегодня ты мне прислала одна. Она делает на вынос свинина с говядиной 700 рублей 900 грамм. Прикинь, Настя? Угу. Я офигела. Я говорю, вот люди деньги заранее. Ну вот надо делать, нам тоже бизнес. Да вот этой, кстати. Вот этой-то быстро как. Покажи эту штуку. А то я мучаюсь. Сижу, леплю. О, раз и готово. Класс. Так-с. Вот, симпатичные какие, класс. Так, шо ли я их? И вручную. Я же майонез-то делала уже, успела. Убрала. Ну да. Сейчас будем делать устриц, типа вот таких. Булочки вкусные, сладенькие. А здесь беляши будут. Я же говорю, побольше. Я не на первый раз так и делаю. Ручки. Посмотрим, что выйдет из этого. Масло пол-литра. Какой пол-литра 200 грамм? Вот они должны потихонечку подниматься. Ммм, вкуснятина. Неудавшиеся мои розочки получились. Не удалось. Всем приветик. Как раз таки сегодня руки наконец дошли до расхламления одежды. Купила я себе черные джинсы, черно-серые вчера. И решила сегодня померить и вообще вспомнить, что у меня есть из одежды. Потому что на лето хочется, как всегда, что-нибудь новенькое прикупить. И все зимние вещи нужно теплые убрать будет сегодня. Поэтому вот эту свалку вещей нужно расхламить. И это всего лишь я достала из шкафа две полочки. Да, очень много я тут вообще не ношу. Я просто реально понимаю, что очень много лишнего. Жалко выкидывать. Очень много, кстати, там еще в шкафу осталось новой одежды. Покупаешь два-три раза, надеваешь, тебе не нравится, и ты это не носишь. Я попробую сейчас все это, что не ношу, сфоткать и выложить на Авито. Продать. Хотя у меня там что-то очень плохо вообще идет. За зиму я прям прилично набрала. И под джинсом я сразу это ощущаю. Да и по платьям. Но особенно сразу живот растет. Поэтому, блин, надо срочно худеть. И хочется, конечно, обновить гардероб. А еще бывает такое, что я реально забываю, что я покупала. Потом открываю шкаф, думаю, так, надо вспомнить. Потом, ой, я и вообще забыла про эту кофту или футболку, там, что я и покупала. Бывает у меня такое. Короче, надо будет сейчас все это... А, еще, знаете, бывает такое, что сложу в пакет, думаю, на дачу. И все. Потом лежит это все. А сейчас в моде вот такие типа носки. Но они вообще неудобные. Не знаю, как их носят. Прикольно они, конечно, выглядят. Там на вечеринку какую-нибудь приодеться, надеться. Ну, так, для разнообразия, для украшения, скажем так. Ну, можно, кстати, и на руки. Вот тут делаю дырку, например. Ну, что-то у меня не особо. Знаете, как там. Какие-то они странные. Ну, такие звездочки блестящие, прикольные, но не очень скользкие. Всем доброе утро. Сегодня у нас такой завтрак. Я буду у гренки с чаем. Олесь, я плов наложила. Она уже пришла со школы, хотя время 11 часов. Сегодня они учились с 8 до 11. Вот. А тут еще на майские праздники приезжал папа Олеси и привез вот такую вот штуку. Мы еще не разобрались, как этим пользоваться. Будем смотреть, искать видео, как это запускать, что это такое. Ничего не понятно пока что. Какая-то волшебная палочка с шариком. Не знаю, что такое. Пока еще не разбирались. Вот. Так что мы сейчас будем кушать. И я поеду по врачам. Плов готовила позавчера. Всем приветик. Сегодня понедельник. В пятницу у меня уже день рождения. И мне совершенно не хочется его, если честно, отмечать. Вот в том году была классная погодка. На турбазу ездили. Уже купались даже в Волге. А в этом вообще... Этот май просто ледяной. Вот за окном сейчас дождь. Холодно 10 градусов. Я как бы и дома подзамерзла. Хожу в теплой одежде. И вообще непонятно, что творится. Вот. И, соответственно, у меня нету совершенно настроения отмечать день рождения. От слова совсем. Да. Ну как? Дома? Посидим, я думаю, с родственниками. А ночью можно в клуб поехать. Как-то так. Честно говоря, вообще нету желания как-то его особенно отмечать. Вот. И мне не верится, что мне будет уже 33. Да. Не верится. Сделала я новые ярко-розовые ноготки себе. Безумно нравятся такие яркие ногти. Классный цвет. Сегодня я написала список дел. А, собственно, почему так еще не было долго видео? Потому что у меня постоянно что-то ломается. Ноутбук у меня, наверное, неделю я с ним мучилась. Потом я не могла установить программу, в которой я монтирую видео. А все оказалось. Я уже просто... У меня была в отчаянии. У меня болела сильно голова. У меня вот реально какой-то, я не знаю, просто я обращалась к трем крутым айтишникам. И даже у них ничего не получилось. Я думаю, да что же это такое? Что с моим новым ноутбуком не так? Вот. И представляете, в конце концов... Да, я съездила в Ситилинк. Мне перестановили опять Windows. Это они мне изначально, видимо, там еще какую-то паленую версию в какую-то, не знаю, установили дебильную. Постоянно глючила. Вот. Тоже с обновлениями непонятно что. Ну и в итоге, что оказалось-то? Программу они себе устанавливают на ноутбук, на компы. У них все работает. У меня не работает. Я мучилась-мучилась. Была в полном каком-то отчаянии, расстройстве. У меня вообще уже не знала, что делать с этим ноутбуком. И, собственно, да, очень классные были специалисты, которые мне помогали в этом всем. Я их еще там искала, ну, нашла. И в итоге-то, знаете, в чем была причина, почему у меня не устанавливалась программа. Все очень просто, как оказалось. Ну, это была неделя мучений, реально. Нужно было просто установить VPN, оказывается. В телефоне у меня это есть, потому что в Инстаграм никак по-другому не зайти. И то все глючит. Вот. Ну и в итоге, оказывается, нужно было установить VPN. Теперь у меня все отлично работает. Можно монтировать ролики, загружать и все чики-пуки. Да, кто же это знал? Короче говоря, сегодня я составила тут список дел. И сейчас я поеду. Нужно будет мне сделать джинсы. Я купила, кстати, новые джинсы. Ну, такие обычные, там, черно-серые. Я вам потом покажу. Нужно будет в это летом кое-что сделать. Вот. Потом нужно будет заехать в магазин, купить стельки, Олеси, зубную пасту, туалетную бумагу. Потом на рынок заехать, купить фрукты и овощи. Хочу какие-нибудь посмотреть еще новые рецептики на день рождения. И хочу сама сделать тортик или какие-нибудь капкейки вкусненькие. Вот. Потом сегодня нужно будет еще сходить в тренажерку, в сауну и сделать скрабики для тела. Еще у меня машина с сигнализацией, что-то с брелком. Не знаю, то ли контакт отошел, то ли что. Нужно опять будет делать. Машину, е-мое. То масло, то что-то покупать, чинить, то это менять. То у меня тут зубы я лечила. Все очень дорого. Я понимаю, что по моим подсчетам, насколько я планировала, денег совершенно у меня не хватит. Поэтому нужно будет, я думаю, ладно, вот все. Отмечу день рождения. И в начале июня я начну активно искать работу. Подработку, возможно, какую-то обязательно. Деньги просто улетают, как вода. Знаете, они просто растворяются. И ты их не замечаешь просто. Вот. И сегодня также нужно будет смонтировать и опубликовать видео в YouTube. Короче, вот такие у меня сегодня планы. Школа скоро закончится. Почему-то мы учимся до 31 мая. Непонятно, почему так долго. У нас как раз экзамены сейчас каждый день. Постоянно учим уроки. И еще немножко осталось. И все, эти уроки уже. Фух. Так. И что еще хотела сказать. Да, я только такая думаю. Ну, на день рождения я куплю себе кроссовки. Нашла в своей мечте. Очень хотела. Платье хотела. Ну, много вообще шмоток хочу. Классно. В итоге я такая думаю, да. То зубы, то одно сломалось, то другое. То сантехника, то машина, то ноутбук сломался. Да е-мое, постоянно что-то ломается. Постоянно деньги улетают. Вот, и в итоге думаю, ладно. У меня, в принципе, и так много кроссовок. Думаю, ну, хотелось вот прям те. Ну, да ладно, думаю. Обойдусь пока без них. Потом, да, нужно обязательно. Что-то постоянно, каждый день столько дел вообще. Ужасное, ужасное состояние, когда ты не зарабатываешь деньги. Это меня прям вообще раздражает. Вот, и настроения особо никакого нету. Вот, а самое классное состояние, когда ты делаешь свою работу качественно, клёво. Тебя она нравится, приносит деньги. Вот это супер. Короче, вот такая вот болталка. Что-то я наболтала уже на 6 минут, оказывается. Обалдеть. Желаю всем отличной рабочей недели. Продуктивной, эффективной, чтобы всё получилось задуманное. И думаю, что всё. Надо ехать мне сейчас собираться по делам. Всем пока-пока. До скорых встреч. Кстати, да, ещё на этой неделе нужно постараться будет успеть покрасить волосы. У меня, в принципе, только корни нужно будет прокрасить. А так, как бы, длина мне всё устраивает. Но всё равно после краски волосы такие блестящие, насыщенные, классные. И нужно будет купить какой-нибудь прикольный шампунь. А ещё на этой неделе ко мне приедут два молодых человека. Они из разных городов. Как всегда, всё из разных городов у меня. У меня почему-то так всегда получается, что я вдумляюсь не в саратовских. Ну, короче говоря, посмотрим. Будут новые знакомства, свидания. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, ну, я уже никаких надежд не строю. И понимаешь, знаете как? Я думала, у меня будет больше свободного времени. Я, наконец-то, займусь своей личной жизнью. Буду больше ходить на свидания. На самом деле, так всё не работает. Вот. Вот, поэтому нужно всё, чтобы было, так сказать, параллельно. Потому что это была, наверное, у меня только иллюзия в моей голове. Что вот появится больше свободного времени. Появится больше времени на свидания, знакомства. И сейчас у меня опять началось, кстати, обострение. Я не знаю, почему. Может быть, даже это связано и с тренажёркой. Потому что я там очень сильно перенапряглась вот два дня, да. И у меня, я заметила, очень сильные боли в шее. Надо будет прям аккуратненько заниматься. Я не знаю, может быть, ещё так погода влияет. Вот это вот, знаете, холодно, пасмурно, дожди. И вообще летом-то у меня должно быть, по идее, хорошее самочувствие. У меня обычно не болело ничего летом. А тут, получается, у меня прям шея, головные боли. Я, кстати, сделала МРТ шейного отдела. Короче, сейчас вам расскажу, что можно одну зону сделать по полису ОМС бесплатно в поликлинике. Потому что раньше я делала МРТ позвоночника за 9 тысяч. Все три отдела. Но мне нужно будет ещё и МРТ головы обязательно сделать. Короче, я тут хожу по врачам опять. Опять лечение мне назначили. Кучу лекарств. И вот хочу попробовать. Я ни разу не делала компресс. Обычно я гель втираю в шею, особенно, где очень сильно болит. У меня получается, что вот тут вот предплечье, или как это называется, вот эта часть болит. И сама шея. И вот надо будет поделать всё-таки, наверное, компрессы. С димексидом, с навокаином. Я уже посмотрела, кстати, сегодня ролики, как правильно всё сделать. Вроде как оказывает такой, знаете, компресс, это противовоспалительный эффект. И уменьшает боль. Потому что иногда, порой, я уснуть даже не могу. Потому что настолько я не могу улечься, что вот расслабиться. Как будто, знаете, такая скованность и напряжение здесь. И ещё два месяца я не могла попасть к неврологу. А мне нужно было именно в поликлинику. И именно я хотела взять направление на массаж. Но теперь массаж, к сожалению, я только... На массаж я буду ездить только в июле. Потому что огромные очереди. Ну, короче, как всегда, геморрой. Но это всё-таки стоит того. Потому что ходить на такой массаж уже становится очень дорого. Все цены подняли. Поэтому я стараюсь по полюсу МС максимум. А, и получается, в среду будут готовы результаты МРТ. То есть нужно будет посмотреть, какие у меня там изменения произошли в шейном отделе. Я надеюсь, что операцию мне не будут делать. Это прям вообще, знаете... Короче, даже не хочу про это говорить пока. А, собственно, почему головные боли? У меня такие, знаете, напряжения в голове. Потому что у меня тут зажимы. Нарушение кровотока. Что-то... Мне, кстати, ещё нужно к сосудистому хирургу. Поэтому я сейчас опять буду мотаться по врачам. Так что... Июнь, наверное, да, придётся помотаться. Короче, ладно, всем здоровья. И всем пока-пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok